так здорово всем ребят часы быстренько тексту подправлю все подправлю сейчас быстро гов войска посмотрим а вот изображение появляется ребят глупо иска сейчас мы посмотрим не знаю как бы может быть даже не до конца до стримных уж сегодня даже с машей там с подругой с детьми будет в общем как тип празднования дня рождения будет но я думаю что нормально все будет часам к шести я думаю кончится все это дело и посмотрим может быть чуть подольше конечно непонятно пока ничего естественно а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дошел в игру Сейчас будем смотреть, что у нас там по глуху СК Субтитры создавал DimaTorzok Так, сейчас мы посмотрим, что у нас тут происходит, пацаны Сейчас только текст возьму, поддержки перенесу сюда Так, ну что тут, смотрю... Смотрю, Блай, браток Бретонец, первый раз вижу, кто такой бретонец Я вижу тут какие-то Джейсоны на фоне конкретные стоят Короче, наши люди Контрол Куу Форест Теллинг Не знаю, кто такой... Форево Янг Аверс Хеллрейзер Форест Теллинг Корейцы, смотрю, тут проскакивают Хаш там тот же Каз Кинон Кобрач Мастер Вася Намшар Намшар А че Намшар? Ну просто он есть Шейм Рево Квип Здарова, мистер Лето О, че-то людей сегодня мало как-то Так как-то мы быстро-то все отыграем вообще тут Это и хорошо Ваня Глазу, потому что сегодня навряд ли я что-то больше буду стримить Хотя посмотрим как бы по обстоятельствам еще, но... Как-то так Вот Сетки пока нет Ждем ее мы сейчас В течении минут десяти должна она появиться Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Привет, Ваня! Здорово, Ваня! Короче, ребят, ждем сетку. Я что-то смотрю, сейчас пока поковырялся. По сетке смотрел, что у нас сегодня еще. У нас там Ладар Хирус будет, ивент еще. Но я, скорее всего, не буду уже стримить. Через три часа как раз в 18.00 он будет. Здорово всем. О, Русбрэйн Кирилл, здорово. Тут сидит, наверное, с прошлого стрима, что я забыл вырубить. Так, все, там админ сказал, что я стримить буду. Сейчас я добавлю на GoFoSk мой стрим. Да, стрим добавил. Оп, Бьянчик смайлю стримит. Неплохо, ФП. Много и очень смотрит людей. О, Русбрэйн Кирилл. О, Русбрэйн Кирилл. Спасибо, Шеми. Здорово, здорово, всех рад видеть. Ну, там, если что, ребят, меня инвайтите. Может, я не знаю, просто куда прорваться. Если пары будут вначале, какие-то интересные там, да, если интрига будет, а не не алмазные пацаны с вами играть там. Хотя еще алмазных пацанов тоже, как бы, тут хватает. Ну, в общем-то, если что-то интересное будет, зовите. Вот, или пишите мне здесь. Сейчас я сам буду за сеткой следить пытаться. А, в общем-то. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А, упаковка же у нас есть в чатике. Казахстан даже пропустил я его. Притонец Ваня Шейм. Здесь у них снуд в чатике. По Апиджу еще. Зазу. Да, сегодня сетка меньше, чем обычно. Обычно приходится 1.64 первый тур как бы делать вот так вот. Ну что же. Оп. Так. Так. Так, ну что, погнали, ребята! ЗВЗ, Ваня против шейма. Блэти, шейм... А я чуть и забыл, что шейм зерк, я почему-то думал, что шейм пропс. Ну ладно. Привет, Лоханс. Да, доброго времени суток. Не очень грамотно говорить. Так, это был один, естественно. У нас пул там, пул здесь. Потом Рева-браток хочу разойти, но я не знаю, что там получится из этого. У Прони 2 рубля, ну все. Упаковка, с Кобра играет. На матч года мы не попадем, потому что здесь шейм. Блин, ребят, я-ка ж понимаю, деньжища, все дела. Ну, больше не буду, наверное, после буду уже матч-то добавлять, а то сейчас так все пропустим. Ну, тут 2 рубля, рубль. Так, ну что, у шейма Беллинг Нест, он оббегает сверху, пытается оббежать, как бы, в стиле Влая, в стиле многих, кто так играет. И Ваня делает то же самое. Смотрите, 2 оббегателя, короче говоря. Ну, у шейма на 2 дрона больше стоит отметить. Так, Ваня, а, у Ваня уже есть королева, у шейма позже. Ну, что, у Беллинг Нест пораньше у шейма чуточку раньше Беллинг Нест. Так, ну нужно заходить, сейчас будет. У Ваня день рождения было 16, сколько он может играть на ВТС? Ну, он так мог играть, просто, соответственно, его бы не пустили бы. Так, здесь скорость уже готова. И у шейма, и у Ваня. Здесь собаки бегают, просто туда-сюда. Нужно быть предельно аккуратным. Сейчас Беллинги придут на хайграунд. Ваня копится тут в королеве. Здесь заходит, пытается Ваня Бэйнами. Шейм пытается сплетануться. Более на шейм недоконтроливает. Он слил всех собак до того, как вообще зашел. А Ваня что? Ваня тоже, кстати, игра. Слил здесь все. Шейм взорвался в личинок, только парабам в итоге вровень остается. Но Ваня больше боевого лимита на 2. То есть 6 на 13 собак в данный момент. Но это не на 2, но в тот момент было именно так. Шейма хорош и дозаказывает. Ланя видит, что Беллинги погибнут. Потому что шейм вовремя на фланг. Не надо так собак отдавать. Привет, Марик. Привет всем. В принципе, ситуация, из которой еще каждый может выиграть. Здесь. Вопрос, получится ли. Ай, Беллинги. Куда ты, Шейм? Что ж ты делаешь? Ты Шеймчик, Шеймчик. Так. Ну, взрывает на хайграунде тоже. В принципе, еще более-менее. Но не понял я, зачем он там с собаками так дрался. Если можно было подождать Бейнов, получается. Так. Бейнов. Бейнов камни взорвались. Офигеть. Вот это война. Зерги взорвали камни, Беллин. 23, 21, 24, 21. У Вани все равно чуть больше по лимиту. И Ваня дронов тут умудряется заказать каким-то образом. Шейм дронов пока не строит совсем. Так, один собак от Вани. Контур забегания интересный здесь делают. Ох, собак, двух прям на рампе сгрыз. Вообще, на халяву получается сгрыз. Шейм пытается к Ване зайти. Ваня уже зашел к Шейму. У Вани будет там Беллинг один дома. Здесь три дрона уже погибло. Ой, Ваня собак взрывает. Крайне неприятный момент сейчас был. Да и здесь не хватает, что очень серьезно, на самом деле. Юнитов тут 10 дронов минус. ГГ, шейм. Ваня здесь переконтролил, умудрился, в общем-то. Но... ЗВЗ, агрессивное ЗВЗ получается. Агрессивное ЗВЗ. И два игрока Беллинг бастит. Конечно же, обычно в таких ситуациях выигрывают, у кого больше опыт, ну и кто переконтролит. Ну как опыт больше? Может не опыт, тут даже кто сконтролит просто. Но контроль всегда, опыт тоже в нем решает, в каком плане. То есть, понимаешь, где сверху Беллингом половить, еще где-нибудь, на рампе поставить, минеральные линии сконтролить. Да, как бы... Это очень важные моменты, все. Так, что у нас браток? Браток 2 минуты в игре. Надеюсь, не с револьвером. Он там в игре-то... Так, Блай, а дальше продвинули. Так, а его что? Менее минуты, ну ё-моё, я только что мог заскочить. А ну ладно. Так, браток стримит у нас, очень интересно. Вивалерчик точно постримит. Здорово, Шейм. Так, Маньячина, ищу рубль мне, блин, ребят. Сейчас места не хватит. Д возмож Bye-bye. Следуй, а ищу рубль мне, блин,�- achievement. Ну и чём, я… Игорь, а Bertszин. Давай у вас б hop-бва. Игорь, а с говеной- Продолжение следует... 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 Это мастер Васи у нас оказывается аккаунтов посоздадут, создают аккаунтов. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. 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 Слушай, не знаю. Вот насчет этого не знаю. А вот и Паша доиграл, насколько я вижу. ДимаTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Какой-то габ. Кто такой габ, я понятия не имею. Тут ультра я вижу уже. Нет, тут должен побеждать как бы. Где ультра бейлинги плюс. На мейне добычи прям нет. Ничего просто-то делает. Призма мейн, видимо, карасит. Надо вот силмагу законтролить было бы. Чё-то силмагу не законтролил рево. Опа, тут не эксус уже, смотрю, ничего себе. Опасная ситуация. Ультра без грейда уникального я только что увидел этот момент. Без панциря хитинового. Так. Саждал аншлаг на стриме у рево, я смотрю. Ещё людей сюда пришло много. Так, вообще не понятно, что у рота-то есть. Потому что у него воздух там есть, или не воздух, я не знаю. Так, Dark Harasset Main. Там сверху какой-то налог. Ой-ой-ой-ой. А ведь там много процесса. Пошёл замес. Просто адский шторм и ложатся жёстко сейчас. Ультра сливается до того, как... Беллинги замофили, чёрт убери. Не очень хороший распад. Мазершит корр минус. Здесь запас ресурсов гигантский. Поэтому хватает рево, чтобы отбиться, насколько я вижу. Так, кто это? Рево, рево, это рево. Я на фп зашёл, потому что рево с братком должен играть дальше. Как бы... Я, собственно говоря, это здесь и пытаюсь наблюдать. Ух, какие штормы адовые. Ёмарео, ты что творишь-то? Куда ты так идёшь-то, блин? Как же матч-то с братком? Сейчас мы можем без него остаться так. Так. Так, карапузов. Битрейд, конечно, да. Вот. Если без масштабирования, там 1080. Просто если 60 фпс, то помогает пресет более медленный сделать. Тогда будет изображение плавнее на 60 фпс. Я поэтому из-за них отказался, что у меня помпнет. Ну, 60 фпсов с пресетом нормальным не тащит. Иначе мыльное слишком изображение получается. Вот, ну, с этим-то разберёмся. Потом 119 ревы, ребят, и... Скажу я вам честно... Тут ситуация-то такая, на грани. Так. Продолжение следует... так не ну тут похоже все таки рево втащил просто где у него вообще армия то не видно ничего он стоит а че он стоит понимает он решил что мэйн ему не нужен но это ошибка мэйн нужен всем заходит про там я вижу дарку в пачках хорошая такая гидрата куда гидрата куда вперед ультры то идет юмор тут много процесса очень много ребята на сваливать ресурсов много но армии вообще нет практически че его делает не понимаю я просто не знаю че строить у меня есть план из 3-3 грейдами есть гидра есть рауча я щас заказываю собаку пытаюсь его на нейтнуть а че строить то ультрой пару ультралов бэйлингов так не ну бэйлингов то на пробок не надо разметить куда ты в камне что за бэйлинги в камне вообще это не странный стрим это я рестримлю реву в данный момент потому что он его ждет браток как бы я хочу матч рево браток посмотрите если рево сейчас проиграет ультрал если вы думаете убивать и убьет собак в размен надо идти че париться то действительно погрызть только половиной не ну размен то можно успеть сыграть не ну размен то можно успеть сыграть я вот тут не уверен что он не успеет слишком хорошо а снизу то здание поубивать будет там одна собака грызет блин ну и че у них не спустился а убивать нечем снуд и лейзер вчера я не знаю где снуд с лейзером вчера играли но нет я я не стримил снуд и лейзер вчера кстати двух хархонов можно было поокружить сейчас их же два всего ё-моё так вот тебе и посмотрели братка реву короче не будем мы братка реву смотреть но можно братка посмотреть вот с тем кто победил реву потому что дальше ждет блай например и это будет интересно в любом случае так смут убил зазу ванец по биджо короче короче так смут убило тварь это будет атак и я теперь Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что же Победитель Ревы Габ Против братка у нас бьется Не знаю, кто такой Габ Но браток здесь явный фаворит Хотя, ты брал он неплохо Как бы там и победил Вот с Ревчиком Ну там Рева, конечно, как-то странно играл, если честно Как будто бы без особого желания побеждать Потому что, ну Там ситуация была хорошая Так, пробка приехала на разбивку Паша отгоняет ее спокойно Так, барак реактор Чем вот это Если ставить депоху вот здесь, например Здесь, конечно, не зерг Но вот, например, зергами, обратите внимание Здесь поставить депоху вот так То-то, если бейлингов в центр барака взрывать Две депохи погибнут одновременно Здесь же так не получится сделать Но! Зато здесь, допустим, если были бейлинги Они могли бы в реактор пройти Вот так вот, прямо в этом узком пространстве Они наносили демо бараку, реактору и депохе То есть реактор депоха будет погибать Я, насколько вижу, они могут сюда пройти Вот здесь проходик такой есть Очень-очень узкий Может, конечно, не прав, но, по-моему, он есть Так, здесь марики факта Четыре марика есть Что у нас тут, кстати, укропся? Сталка вперед идет? Да Ну, сейчас марики его встретят на рампе здесь как раз Оп Зашел сталкер вороток Если бы контролил, он бы мог бы Ну, убить навряд ли, но хп бы половину мог снять Под кайтис, если бы немножко мариками получилось у него сейчас Так, а у нас дома тут мазаться корж Готов мазеркор У процесса Пошел блинг, парабам чуть в плюсе, кстати Ну, такой процесс, не знаю Какой он лиги, ну, вроде мастер лиги написано Ну, как-то он неплохо так даже вроде играет Делает все более-менее Так Старкорд на реактор Либератор плюс Медивак заказан То есть это дроп минок будет Возможно, мариков, я не знаю Так, сталкер пришел Минок сталкер, до свидания Минка ему сказала Что-то прям четыре мины на рампе скопано Это много Они-то, собственно говоря, на медиваке на этом и полетят, скорее всего А марики останутся дома, я так понимаю Да, полетели минки, выходят КСМ Вон, а ЦЦку ставить выходит Да, смотрите ЦЦечка заказана, кстати Ресурсов не было, просто они куда-то вложены были, эти ресурсы Сейчас хватило как раз И как с дергом добавляется два барака Под них реактор Один уже есть И один добавится Сейчас получается Так, пробочка минус Так Ох, ё-ма Десять пробок минус Четыре мины Прилетают Спасибо, мистер Ветто Спасибо вам, пацаны Вот, думал, может не стримить сегодня Потому что, как бы Вот Потому что Маша сегодня, вроде как, день рождения Там небольшое празднование Там подруга даже на приезд с детьми Пол пятого Ну, они посидят там Потом я присоеднюсь Наверное, поедем там в одну штуку Я думал, блин, может не стримить Сегодня Ну, по-моему, у нас Был поезд Канады все-таки постримить А благодаря вашей поддержке Понимаю, что точно не зря пришел Так что, громадное всем спасибо Ну, почему-то я 6-Z нажал Ну, и Думаю, что я успею еще там посидеть Так Да, я уже сказал, что не битрейтом, а пресетом Нужно менять Ну, сейчас посмотрю, где это принято Так Если русский... оп, стоп Где расширенные настройки? Там предустановка Икс-264 ЦПУ И профиль кодирования снизу Где вот это Икс-264 У меня вот Верифаст, например, сейчас Нужно делать Медленнее Как бы И тогда будет лучше изображение А битрейтов Больше 6-7К Не, я не есть Ну, как бы, например, твич Он Только недавно, по-моему, там 6К ввел Или как-то так Даже больше 4-х чем-то Не всем можно было делать На буддин у нас, я не знаю Но у меня битрейт где-то 4К, наверное, сейчас На 3КПС этого достаточно вполне Короче Приходит талкерак, брат Он здесь влёгкую Оббивается с мариками Плюс ТСМки Зачем-то в ГАСов поклал Так, талкеры ушли А теперь браток зафуксил Пришли, сюда ещё бригада пришла Здесь 3 танка на 3-й ваг Не, ну здесь всё очень плохо Тут товарища Габа Потому что Потому что братка Всё хорошо Он минками дропнул Сюда 25 рабочих Суммарно убил И здесь отбился Там чаш у нас пошёл, смотрю Ну а Баша решил, что хватит затягивать Три танчика есть Био есть Медивак есть Пора выход Сделать Колосс есть один И дестабилизатор Делать тут дестабилизатор в таких ситуациях Юнит, который действительно может перевернуть И где интерес, как он тут с рампы Например, пульнёт вот в такой стэк И убьёт Био большую часть А можно будет, допустим, напасть Ну, уже браток пришёл сюда Я не понял, зачем он, правда Он просто рассиджился вдалеке Как-то типа позицию здесь занял Ну, странно это вообще всё Так, ну что Здесь Адруб-то отбивается просто Ну, в это время Паша на третью наламывается А здесь вообще нечем им отбиваться Просто 17 рабочих уже минут Это крайне печально, что происходит Сейчас Так, а ещё браток уходит, я не понял Просканил, увидел и куда-то сваливает Сейчас Здесь продолжает Харас 20 пробок, опять погибло Здесь стоит ещё только природа Значит, 164 на 105 Вообще по лимиту Надо брать всё И теперь зачем отходить Не понимаю, зачем отходить Если можно было просто забивать Идти И что-то Паша затягивает Здесь лишний раз 2-2 грейды И всё вообще великолепно Не знаю, что тянуть-то Ну, сейчас браток будет влай Следующий игрок Напишет просто гг Он напишет гг Это уже очевидно становится Двухкратное преимущество Боевому лимиту По грейдаам По грейдаам Тотальное превосходство просто О, там уже бывает Не даст, конечно Так, ходить куда-сюда Я думаю Хотя, может быть И да, может Паша Там по-другому будет действовать Вообще Он пошёл к залу Три мародёра сбривает В другой ситуации Кап игра была равная Можно было сказать Хороший выстав Да, что убил там Три мародёра Но в данной ситуации Тут Есть только в самый жирный стэк Вот там Всех вот мародёров Выбривал бы Даже если бы Итого было бы Этого абсолютно Недостаточно Для победы Пытается просто найти Как бы зайти сюда На братка Но не зайти ему Не зайти пока Пролетают Тут иллюзия Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну тут просто 200 Я не знаю Неужели Ваша скани Тут, он Видея эту армию Думаю Представляет Вообще вероятность Того, что Она может Вот эту хрень Победить Тем более Можно прокликать Игрейды Посмотреть Тут просто Жесть Даже без танков Это био Просто унесёт На самом деле В мясо Сейчас браток Пошёл Уже спустился Начал драться До конца Понял, что Слишком много Его И, конечно же Разберёт Здесь в мясо Всё Там таймварк Немножко пройти Мешает Очередной Скан Идёт Ну, всё Понятно Тут уже Так, колоски Там Либераторы Как викинги По воздуху Атакуют Не раскладываются Даже Ну, всё Дожал Не деваки Лечит Танки Пришли Либератор Разложился Тут просто Аннигиляция Какая-то Идёт Собережатор Стрельнул Никто не попал ГГГамп Пишет Браток против Блайб Сейчас Посмотрим Потому что Они должны Сейчас играть Друг с другом Получается Так Ну, кстати Уже Следующий тур Когда Браток Блайб Сыграет По качеству Браток Блайбу Один Потом Уже Бо-3 Будет Следующий тур Получается У нас Так Мистер Ветто Тебя надо Добавить Точно-точно Кстати, кстати, ты получается вытеснил тут Литиума Вопросительный знак Ирусбрайна Даже вытеснил Который рубль засылал Потому что я помню Что-то там Подерживал Уже Даже Помню Сколько Чего Так что Вот как-то Так Инвайтед Паша Была Была Уже Готов И Значит Сейчас Начнется Матч Этот Матч Будет Более Куда Более Интересным Чем Предыдущий Тепя Субтитры Добрый Тепя Если Продолжение следует... 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 А вот всё, поменялась наконец-то сетка. Я извиняюсь, ребят. Здорово, Илюх. Не удалось Блаю с собаками забежать, браток. Был внимателен и рипером, ребятки. Подождал их, убил четырёх шабачек сейчас. И всё хорошо у него. Окей, Рич, здорово, здорово всем. Так, тут опять гелики заехали. Точнее, опять. Опять не в этой игре, в каких-то других. Они тоже наверняка заезжали. Но Блай просто-напросто... Блин, одного дрона Паш смог убить. Только это не очень была сейчас ситуация. Оказалось, сейчас хоть пару-тройку погибли. Смотрите, сколько демендженных дронов много. Так, ну тут у нас... Что-то Марик по оверу построчил немножечко. Овер улетел вниз. Овера не сбил, браток. Делает банши с Энвизом сейчас из дома. Делает уже стимпак. А у Блая что? У Блая лэйр, у Блая рабочие строятся. Пока полимет очень близко идут друг к другу они. Ну и на помощь в последнее время Блая начал отыгрывать постоянно макро, постоянно там рабочих 70-80. Ну, сейчас пока что-то... А, че, меть, как же они неудачно здесь переходят. Пять дронов сейчас подловил браток. Они на переходе погибают. Просто с мэйной, со второй базы на третью, на точке сбора получается. Но Блая еще продолжает строить рабочие. Сейчас будет оверсир готов. Где Банша-то уже? Улетела она, да? Улетела, и Блая ее не видит просто. Вот она вторая. А то для этого браток, где Каня начинает крип выбивать. Браток попытался тут Королеву пробить. Не знаю, какой смысл урубать одной Банше невидимости, а второй... Вторая Ка без Энвиза получается, да? Не, ну если бы их уже точно сбивали, то одна бы ушла. Но тут точно не сбивали. Плюс как бы был оверсир. Браток рефлекторно это урубил. Но это бессмысленно было вообще действие. Практически. Не практически, а бессмысленно. Потому что, ну... Все равно он улетал, получается. Так, здесь вычинил Энваншу одну. Очень интересно. Чинил до 64. Все. Видимо, ресурсы в этот момент на 0 кончились, и рабочие перестали чинить, потому что ресурсов не было. Так, вот что-то моряки овера закрашили. Ну и полетел у нас. Ну и полетел у нас. Браток, дропаться. Две банши плюс два медилака. Ну, баншами сейчас может повыто отскрипывающие. Здесь уверсир просто летает. Парень, уверсир, браток, что-то туда-туда полетал. Типа, уверсиры вернулся хотел и... В итоге просто улетел. Принимает глай дроп. Одного муталитка, браток, фукульсу. Ну, зато медиваки погибнут. Это печально. 78 дронов у глая, то есть рабочих блай строить. Научился просто прекрасно. 4 базы. Есть что перевести. Вот с мейна уже лишних 3 есть рабочих. Здесь тоже присутствует. Ну, угла 11. Так и так здесь обрисовалось. Рабочих. Ну, можно немножечко разрядить. Отсюда можно смело штучек вот так вот 6 брать. Отсюда ресурс кончается. Отсюда паруть. Полностью четвертую раскачать просто. Эта база передовая. Лучше с нее добыть ресурс побольше. Потому что если и будут прессовать, то ее, скорее всего... Третья. Так, ну что тут, что-то минки накопались. Накопалась одна, пытается, браток, изменить направление движения броненного удара. Блайз, у него два эволюционные, один-один уже есть. Заказал только броню, она уже 110 секунд делает, почти две минуты, и так и не заказал хоготь, это же ошибкой было. Сейчас, Блая. Ну, а дите, браток, у нас эндекрали ловит, ну-ка, что ловит вообще? У братка тут два-два доделаются эти лимиты, у братка они меньше, чем у Блайз, самое интересное. Заказан Тор, делаются минки, делаются четвертая цеха, как бы. И пока все нормально, брат, скажут, я смотрю. Минка муталиска аннигилировала, сейчас интересно. Прикольно, Блая оверсиран, Мариков задемодрил, сейчас взял весь выход, разобрал в итоге. Причем, только муталисками он это сделал, собаки даже не участвовали, ну они минки сгрызли с бэрингами в итоге. Пятая есть хата у Блая, но она не раскачана абсолютно. Кстати, пока нет, пока что нет планетарки, можно было бы наломиться, мне кажется, туда. Тем более, браток камень пробивает, но Блая не хочет ломиться, он идет пока, браток к нему сам пойдет. А, в это время дробчик прилетает, уже на такой стадии надо, а, плёточек пару ставить. Тем более, на крайний пас, да и на мэйне можно. Иначе вот 10 дронов минус, например, это ненужные потери абсолютно для Блая сейчас были. Так, 158, 156, плюс новые бэйны. 7 муталисков еще делаются, плюс тем, что имеются уже. Так, хорошее сбегание поперло. Минки выманивает залпы, глава щенков. 183, 135 по лимиту. Собачки оббегают сейчас. Ой, как больно здесь с бэрингом, лингом всему всему. Здесь конечно больно прилетело от минки по бэйнам во всем. Планетарку вскрыть браток пытается. Ну, Блай точнее братку. И все-таки забирает, но мутка на голых мариках сливается. Нужно отлететь назад. Блай, кстати, на грани фола здесь дрался, должен я вам сказать. Почему? Да потому что у него 66 дронов и экономика не самая мощная, которая могла бы быть вообще здесь. Во-первых. Во-вторых, по лимиту он просел, там разница по боевому была вообще минимальная. Да она до сих пор всего 20, ну 30 сейчас лимита примерно. Если бы сейчас Блай не дожал эту планетарку, у него могло бы быть все и плохо на самом деле. Браткап осталась экономика, по крайней мере, по крайней мере бы равная игра осталась бы. Халяву. Тора Блай забирает, браток не уконтролил. А надо было контролить, Тор этот очень сильно мог помочь. Забирает Блай реактор все-таки на факте, где минки стролли. Забирает Марика, забирает мародера. Пытается улететь, и ведь улетит легко здесь он, здесь. Так, на патруле мутку здесь оставил. Этот сделано для того, чтобы, если ее просто оставить, она начнет разлетаться, вот этот стек, и попадет на Мариков точно. В итоге просто берет мутку, улетает, две, конечно, мутали скослил. Два мутали скослил. Браток пытался минками что-то забрать, ничего не получилось. Браток, кстати, третий атака уже готова практически. Неплохо Тор дал дэмоджи сейчас. 19-16 по лямиту, лямиты очень близки. Там четвертый стек, вот обраток начал добывать, с мейна перелетел. Инкам есть, и неплохой вполне, минералов даже больше чем в Лая. Так, поиграть рандомом. Ну я не рандомом, я тираном как бы играю бывает. Рандому мне как-то тяжеловато. Ну, вообще как бы... Надо ФП просто будет поиграть. Я ботал на ЧФП давно уже просто не играл. Вот сейчас, да, мертвый я какой-то. Ну, чтобы желания нет, надо просто будет покатать, да, пару стринчиков. Так, дисплей остается ломиться. Ну, вратка за 170, между прочим, лимита. Это много достаточно. Пытается он уйти за... А, это не планетарка, ребята, это орбиталка. Я вот что-то вот куплю. Планетарку же Блай отменил. Здесь орбиталку сплетанул так враток, что марики стоят вообще не дерутся. Зато Микос на них не попал с другой стороны. Но попал на других. Вон марика, Тор плюс эти марики пытаются что-то сделать. Марики идут вперед, вообще какая-то ничь происходит. Ультралы просто крошат только слышны звуки, как марики орут, которых уничтожают ультралы. Ну ведь здесь явно не хватает этого подбиться. Еще один Тор подошел. Бегаем. Ага. Продолжение следует... 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 так привет просто спросишь что в мире делается не знаю я дома сижу здесь как бы не знаю что там где делается вижу стреляют так на киевне кстати сотку тут вчера присылал с прошедшим машином днем рождения поздравлял спасибо большое не знаю здесь кто вчера это присылал или нет вот сегодня как раз вроде года там типа празднования будет посмотрим вот как раз надо мне достримить и двигаться вовска будет касс отлетел кола джеральда эти джеральд этот неплохо последнее время играет должен я сказать как бы и он побеждает но еще влай жив но у него нам шар тоже не самый легкий оппонент я бы сказал и там ким смуткой угла вообще тяжелая сетка я вам скажу здесь так ну все поехали нам шар против бла ребят завозе этого 3 уже напомню ггл пишет блай нам шар гл кп синий нам шар секвенсер карту нас на 19 часах появляется нам шар на 13 часах приблизительно появляется блай вальчик красный наш ну и завоза посмотрим будет ли кто нибудь агрессивнее че здесь пул первый делать или что-то такое пока вроде бы нет и блай в том числе которые любят такие вещи делать не делает ничего такого кстати у нам шара как-то чуточку раньше дроны строится с чем угла на пару секунд вначале блин на пару секунд так рано как бы это не знаю не очень хороший момент вот их а там три секунды раньше получается дроны на 2 х на 3 потом тайминги на 5 блин будет там тоже нибудь хорошим да Так, продолжает Блай тут развиваться. Поставил дронов туда, перевел сейчас на вторую базу, получается. Опа, это в третью хату безгазовую, кстати, у Блай опенит все самое интересное. Блай, кстати, частенько так играет, а Амшар, он как будто боится чего-то. Посмотрите, он не знает вообще, что Блай делает, он ставит плетку. То есть он уже глажил просто 100 минералов в никуда получается и дрона. Фактически, здесь собаки побежали. Так, ну что, третья Блай готова, надо раскачивать. Крипту может здесь будут? Нет, от хаты прям крипт туда до пух. Блай идет вперед овером, Королевым попустит овера сбрить, но пока только собаку поймал. Ну, хоть и собаку поймал, и то хорошо. Дронов продолжает мастить, 7 штук. Намшара третья пошла, но Намшара третья, правда, снизу, у которой больше ресурсов. Ну, Блай по экономике опережает, это самый важный здесь момент. Два газа начал добывать, что это будет? Лэйр, Эволюшн, Рауч, Ворон, непонятно. Ну, Эволюшн уже можно было бы заказать, чтобы плюс один, например, сделать Блай. Ну, он пока ничего такого не делает. Вот он делает ВР, и сейчас вот Эва только пошел. Плюс один очень сильно помогло бы здесь Блай. Так, идет Королевный овер, а что уже достает же? Так, отступает назад, здесь три собаки прибежало, и здесь их не просто три, их больше значительно бежит вперед у Намшара. Сколько? 17 собак. Добегался Блай, он Королевный полез, мог на Креп уйти? Нет, зачем-то Королевный криво там ушел кто-то. Отдал две Королевы в итоге, Намшар приходит, пытается сбрить. Здесь есть дрон, видите, которого собаки закусали в итоге. Ну, он Намшар, тем временем, не рабочим, смотри. Что одного рабочего подгрыз? Сколько вот здесь Намшарович Лубин прибежал, то есть он Блай, две Королевы сгрыз, там, Эволюшн прогрыз. Так, здесь собаки Блай отгоняют, делает он скорость, или сверхпоздняя скорость. Плюс один завтыкал с заказом, в итоге позже Намшаровские, Намшара заказывают. И по рабочему уровень практически идут, они там на одного угла, а выше-то несерьезно. Так, и шпиль пошел у Блая. Вот это интересно. То есть Блай, конечно, с Ру очень скоро сделает, плюс один, но и шпиль делает. Так, опять Блай отгородился от мира всего, Эволюшнами. И даже это значительное количество собак здесь не поможет. Призовой фонд 100 европейских рублей на данном турнире. Раньше 150 был на воскресном, да и на финалах месяца больше был призовой значительный. Ну, тут урезали, урезали ГФСКшники, Старкрафт. Ну, по крайней мере, остался только там турнир, и то хорошо. Разбил Блай его, Алюшн. Опа, а что брулинги какие-то необычные? Интересно, они какие-то такие, как курица какие-то, выглядели. По виду были. Так, здесь пытается нам сейчас другого направления к Блайу зайти. Давайте сейчас Блай позицию потеряет, и к нему собаки пробегутся на халяву. Так и происходит, просто Блай стоит и нихрена не контролит. Собаки забегают, сам какое-то там забегание сейчас делают. Так, ну, спалил нам Сашпиль, пожалуйста. Ну, что зашипит эту пыль, бля? Блай пропустил собак на ровном месте, Блай потерял. Вот еще пару дронов, здесь собаки. А злое забегание, кстати, интересное, собаки забегание злое делают. У нам Сара вообще нечем встретить. Ну, стой ты, куда ты, что ты грызешь-то, Блай, ё-моё. И в итоге Эволюшн не догрыз. Ну, что за контроль убогий такой. Блин, этим за гиганем можно было преимущество просто нереальное получить сейчас. Если в Блайне он просто... Смотрите, сколько дэмэджа он наносит Роуч Ворну на Эволюшну. 200 здесь и 300 с лишним здесь. То есть он мог залезть королеву, рабочих немерено здесь мог нагрызть. Но вообще не контролило тут по этому забеганию. Это была ужасная ошибка с его стороны. Ну, Муталиски полетать, тем не менее, у Блайфер преимущество определенное сохраняется. Вот он 4 дрона подрезает. 5-го пошло. 6-й. И во... Так, Микос, вообще молоко. Хорошо. Это было безусловно. Так, и Роуч Блай заходит сюда. Ничего себе. А Роучки-то пришли. Ну, Блай, помогая Роучам, Муталиски, он просто сейчас пытается нам Шаровских Роуч победить. И кажется, что он победит здесь даже. Нет, он королев сбривать Роуч, он пытается. Сбрить не сбреет. Ну, неплохо дэмэдж нанес. Ну, это с дозаказом 20-ти сейчас Роучи. Плюс выходит по лимиту, кстати говоря. Так, Микос кидает нам Сан. Надо улететь, Блай. Все нормально вообще. Привет, Базальт Ро. Я не знаю, что там страшное увидел в логотипе. В этом. Ну, а это фонд, спасибо за который нужно сказать Яндеку. Вот, и тем, кто его поддерживает материально, естественно. Это фонд в поддержке российского Старкрафта. Диеза, который выделяет каждому игроку с флагом России за победу со второго тура в каждый карт, за каждую карту 150 рублей. Вот. На данном турнире и на турнирах за очки, которые играют в логотипе с кассами, просто сотку как бы получается. А за победу над Снутом, победителем финала месяца, выделяется, соответственно, 500 рублей. Так, здесь Роуч, а Блай неплохо на Мэнь зашли, на Амшару. И, кстати говоря, они сбривают, по-моему, здесь даже очень неплохо. Но Муталис, как-то, Блай слил вообще сейчас на ядре. Это была ошибка, безусловно. Так, здесь и улзуют здесь эти симпестеры. Блай продолжает здесь неплохо здесь шатать. Рабочие погибают. Гидральский выходит, все, что здесь выходит, сразу загребает. Но Санит 135, кажется, у Блая все хорошо здесь становится. У Блая уже Грейтер Спайр, да? У Блая 4 хаты, а здесь 3. У Блая Грейтер Спайр уже делается. А есть Караптер? Не, Караптеров нет, зато 28 роучей есть. И, Караптеров нет. Так, ну что, роучий минус. И там, и там, а не минус. Так, здесь гидралов. Пищегидралов. Нашатал, влазь, закопался в клуб. В это время на второй закопкой приходит. 43, 73 по лимиту. Караптер это есть? Да, 6 Караптеров, сейчас есть бруда-уголь. Нам шар загнан просто в каменный век здесь. Зерговский каменный век. Старкрафта, блин. Он на роучей гидралисках воюет с тремя базами. А Блая уже с брудами сидит. То есть он технологиями опережает. Просто нереально. Т3 здесь технология, а у Намшара что? У Намшара Т2 только. Кстати, какие-то необычные бруды. Какой-то скин покупной, что ли? Угая. Сейчас посмотрим. Сейчас мы все увидим. Да, смотрите. О, какие интересные бруды. Первый раз вижу. Ну, давайте глянем поближе. Какие брудлинги прикольные, смотрите. Хе-хе. Как маленькие брудики такие. Так, не видела этого скина. Еще пока. Ну, скоро такими темпами. Очень много скинов Близзарда наделают. На самом деле, надо, конечно, стимулировать игроков. Еще копирил, как дочь, чтобы за какие-то, ну, там, заслуги выпадали, а не по так вот. Так. Бруды плюс роучи идут вперед. Роучи очень много. Гидралов нет. Здесь рейлоджеры есть, а дерево нам шара. Блайп по всем направлениям заползает. Выказывается на мэне. Начинает стать королева. Бруды в это время приходят. Просто громят. И по земле-то брудлинги какие-то необычно выглядят они, кстати говоря. Пора ГГ нам шару писать, по-моему. Так, микозы пошли. Фаербулы на брудов роучи Блайя заходят. Не, ну там сейчас даже бруда зафаербулят он точно. Но ГГ приходится писать. Конечно, не хватает здесь. Куда там против брубордов уже биться? Молодец, Блайв. Стремится к полуфиналу хорошими темпами. Так, Джеральд Сол там сверху. Кинс Мут неизвестно. Ну и здесь четверофиналы идут сейчас одновременно получается. Из СНГ остался только Блайв. Так, по-моему, игру. Так, по-моему, игру. Покажено! Так, по-моему. Так, по-моему, игру. У всех скинов как одна из частей Старкрафта, так это нормально. Их будет еще. Так, всего 170 рублей стоит, кто 170 рублей стоит? Тартинка в мониторе, ну вот тут пацаны у нас раскручивают что за 170 рублей, так-то, а ты говоришь, 170 рублей, блин. Лобстер СПБ говорит, Блай как конкистадор против индейцев. Не, братан, по-моему ты что-то путаешь маленько. Как раз таки Блай как последний индейец против нашествия этих с запада всех, как бы, товарищей. Ну и с востока, там, корейцев тоже. Блай один за всех отдувается. Последний индейец Блай, просто СНГ. Абориген. Так, ну что, Блай сапплайблок, ну это, погодите, а что у него сапплайблок? А, он отменил спорку языка у дрона. Так, а ты скоро поехал с контролем, Блай молодец, сейчас бы он тут ехал по полгода туда. Золото начал добывать и по инкаму сразу же в плюс вышел Блайблок. Хороший. Здесь у нас скорость заказана. Беллинг на станет и по дефолту против Блая делается плетка. Офигеть просто. А Блай играет вообще без скорости даже. Ну это перебор, по-моему. Без скорости это вообще играть. Не, ну роучки, конечно, помогут, но, понимаете, базы-то как разделены. Если сейчас оппонент Блая начнет мастить просто собак, например, он сможет одну базу стабильно напрягать. А здесь еще эволюшн. То есть это видимо роучки с плюс один будут у нас сейчас, я так понимаю. Так, видит сейчас прекрасно оппонент Блая в наличии золотой базы. Блайблок с помощью дрона подбивается. Здесь как же четко. Карабах законтролил. Молодец, сколько двух дронов потерял. Эта фигня. Два дрона. Плюс один пошло Блая сейчас с рейнджовой игрой. Здесь тоже эволюшн роуч ворон. Но золото это выгоднее, чем просто база. Это очевиднейший момент сейчас. Блая по инкаму это демонстрируется вообще. Так, еще добавлено дронов. МКМ еще больше становится. Так, плюс семь у Амшара делается. У Блая просто ручки, видите, он без скорости будет пушить, я так понимаю. Или третья хата пошла, или что, куда дрон поехал. Да, похоже Блай третью ставит сейчас. Собирается прямо поставить. Четыре роучки делаются. Я не понимаю, почему Блай ставят третью хату. Здесь вот уже лэер готов, например, на Амшара. А Блайд даже не пытается лэер этот заказать. То есть, вообще, что он, чего он добивает? Здесь, ну, две группы роучей сделал и пять оверов, потому что лэер заказан, лэер поздний, блин. Уже лэер должен был быть, получается. Еще не, по крайней мере, доделывался. Потому что через 20 секунд уже атака будет на вторую заказать, на скорость заказывать, блин. Как это было с лэером здесь? Все прекрасно было, помимо вот этого лэера чертова. Так, в крайней мере, третья строится. Просто на Амшар, знаете, здесь далековато все-таки от золота. Если отсюда забегают и отсюда, то вот это все расстояние, даже если крип будет, роучи без скорости долго будут ходить. Так, 3, 15, атак 4 у них, по-моему, да, со скоростью будет. Доделывается лэер. Сейчас с Амшары по плюс грейду добавят, а Блая догонит. Вообще по всем параметрам он Блая догонит, блин. Скорость Блая не заказывает нифига. 900 минералов есть, там еще 2 роучи, все 6 дронов делает. Где скорость, где грейд? А, скорость пошла. А грейд будет? Нет, Грейд. Да, пока не наблюдаем. Все, у Амшары через там 3 секунды врачам скорость доделывается. И как Блая подраться-то грамотно? В каком направлении? На роучи собирать всех. Вот у него здесь небольшая группка, там группка. А Амшар-то в одно направление идет сейчас атаковать. Пока Блая собравил, что роучи надо сюда привезти. Хотя у него больше лимита, кстати, да, роучи-то угла побольше. Плюс 2 одновременно речи пошло. Но у Амшара 2 эволюшн, зато он с броней здесь грейдится вместе. Роучи очень своевременно на угла снизу подходит. На Амшар пытается забрать. Да нет, здесь у роучи вообще попадают в мешок такой просто с двух сторон. Он флангается, тычет в них свои зелеными плевками. Блая золота кончается очень серьезными темпами. Скоро этой базы не станет. Блая нужно подумать о четвертой или об атаке. Кстати, по минералам Блая в абсолютном плюсе здесь находится по инкаму. И нужно вот эти минералы сейчас реализовать. И все уже 5 кучек осталось вместо 8 на золоте. Как же быстро его всасывают рабочие. Надо базу ставить вот эту. Да, Блая соображает, что надо ставить, ставить базу. Переводят золото, понимая, что эти уже дроны инкаму мало дают. И правильно делают. Скоро вам на 45 сидит в штучках сейчас до сих пор. Сверху собаки пришли, отменят золото. Что нам шару Блая в легкую сейчас просто. Собаки без скорости. Ну, догрыз бы дрона, я не знаю. Дрона не догрыз. Собаки убегают. Сколько у них? У них 4.13. Уровочий что там? 4.2 у них без грейда. Еще 12. Уровочий Блая. Боевого Блая на 40 лимитов больше в какие-то моменты становится. Сейчас на 30. Было подземное передвижение пошло. Золото кончается. Здесь по 200 минералов. Там 800 туманно. С небольшим осталось минералов. Даже, может, и 800. Нет, потому что в одной 80 минералов. Но других больше 200 зато. Ну, где-то да, 700 с чем-то. Вот тире 800. Так, ну что, атакуют здесь намшар. Блай, точнее, намшара. Лимита больше. У намшара чуть лучше апгрейда. Блай просто берет и сливается. Здесь как-то сверх агрессивен он был. На фаербулы попадает стабильно Блай. Е-мое, надо уйти. Подземный муф с закопкой сейчас будет. И нужно зарегенить роучи благодаря этому подземному муф с закопкой. База есть. У Блай рабочих катастрофически не хватает. Сейчас 9 дронов он заказывает. Что раньше-то этого мешало сделать, я не понимаю. База было, все было. Заказал бы, уже прессовал бы, когда все это добывалось бы стабильно. Здесь еще 2 минерали остается. Надо переводить, сейчас золото будет рабов. Здесь уже, они вообще инкамы не привезли. То есть, нужно перевести. Два оставить, пусть два здесь добывают. Часть сюда, часть сюда направить и все прекрасно. Так, намшара идет вперед. Реведжер у него. Блай тоже реведжеров добавлялся. Блай больше всего боевого, чем намшара. Что самое интересное, все-таки продакшн сохранился. Да, золото. Все, кончилось. Кончилось золото. Пинита ля комедия ля золото, блин. Отдаляем немножечко изображение. Экран. И смотрим, как намшар пытается зайти и Блай зафаерболить, там на КГ брить его. Блай ответку тоже фаербола кидает. Позиция у намшара не самая лучшая. Учитывая, что у Блай абсолютно такой же лимит, у него все нормально. Другое дело, что сейчас еще и Муталиску Блай сможет закатить в ближайшее время. Фаерболами сбрил на халяву там у Версира Блай, оппоненту своему. Намшар продолжает пушить. Главное его и сюда как-нибудь не пустить, чтобы он там в тыл зашел и на халяву базу вы. Так, вот он попер Блай, ну что, вот, вот, что ты стоишь-то, ё-моё. Как же бесит у меня такая охрень. Ну зато у Версировки у намшара нет. Ну хата точно упадет здесь у Блайщика. Зато брудлинги вылазят, зато роучного добавляются. Намшар опять пытается, как этот наглый рыжий, блин, швед. Блай просто на ровном месте разводит. Ты чё, рыжий, что ли, я не понимаю. А куда ты прёшь-то, блин? Намшар, ты чё, блин? Нам нужен наш игрок в следующей стадии, а то за кого болеть-то. Болеть-то не за кого будет. Намшара 107, блин, просто как такую игру можно было отдать, а? Да, это минус 2, ребята, и даже этих 3 муталиска от глобанных вообще ничего здесь не спасут. Просто стоит здесь намшар, вот как можно, я не знаю, где чутьё-то Блай вообще. Ну очевидно же, что тебя какая-то сюда присутствует, у тебя здесь база, есть вероятность резкого смены направления движения в этом, ну, сюда вот. Чё, Блай думал, что намшар тупой что ли такой? Конечно, он пошёл вниз просто, это обычный ход самый. И хата последним ещё ударом добивает. Не, ну здесь 66 на 126, и здесь всё печально. Добывающие хаты все выбиты у Глая, всё, у него только мейн остался, там очень мало ресурсов. Как можно было такую игру отдать? Я просто в шоке, блин. Ну можно, вот оказывается. Ну тут золото нам шар сбреет, ну а чё-то золото уже ничего не даёт. Два закопка у Роучи с подземным мун готова. Пришёл тут шатаяц. Так, ну Талиски прилетели, ну тут, смотрите, лимиты просто. Ну это же смешно. Очевидно, с такими лимитами уже всё, тут рыбаться нечего. Гидра уже попёрла там больших количеств. А если бы ему Талисков у Блая сейчас хотя бы штук 15 было бы, его Гидрук он мог бы аннигилировать, даже если в такой ситуации вот этих контр-выход Роучи, их нечем отбивать просто, понимаете. Гидра. Гидра. Минус два, я чуть приуныл реально. Ну как так? Третья карта нам понадобится в Лайн Амшар. Ну пока нет результатов, никаких четверть финалов. Это тоже хорошо, придётся ждать. Третья карта нам понадобится. Ладно, после игры Блая позвоню тогда уж. Я думаю, ЗВЗ не такое уж прям сверхдолгое будет у нас. Кстати, по расам давайте посмотрим. Зиги Армани. Тиран Протс в одной. Джеральд Соул. Соул Тиран. Джеральд, я хрен знает, не знаю в какой раз. Это же Протс по-моему. Лайн Амшар ЗВЗ. Ким Снут Зерк Тиран. Ну, вероятность ЗВЗ в финале есть, но вроде как есть вероятность хорошая и не ЗВЗ в финале. Шесть. Так, ну что, семнадцатая хата у Блая, газ пошел, а здесь-то очень ранний пул, то есть Блая хочет нам шар убить оружием Блая, агрессивным билдом очень. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Готов ли Блая? Блая у самого гигантских таких пушах, но сам-то справится с ним или нет, вот в чем вопрос. Уверенности в этом нет у меня, что Блая справится. Вообще, кто пушит, например, это чем-то, например, чем-то, он и отбивать обычно уметь должен это все. Ну, хз, посмотрим. Ребят, всем привет еще раз, как обычно я говорю. Вот, помните, просто поддерживать надо, отключайте Адлоки. У кого есть желание поддержать, подписывайтесь на Времеума. Это дает сейчас картиночку в чатике, около вашей никнеймы небольшой, плюс возможность пользоваться смайлами моими с канала Майор. Ну, и просто поддерживать по реквизитам в описании. Если хотите, чтобы мужик озвучил, гугл мужик, то через плеер или Яндекс мужик, кто там у нас. Неважно, короче, мужик. Так, у нам шара собак мастится просто нереальное количество, а Блай... О, полетка очень поздняя. Собаки-двенка вообще нет никакой информации, Блай абсолютно вслепую действует, абсолютно вслепую. И сейчас он будет уничтожен из-за этого. Вот собаки забегают, Блай вообще этого не видит, как они забегают. Ну, все, у него личинок нет, Блай, чтобы заказ нормально делать. Так, на Майне пришли плетки. Одной мало, ставь ты две сразу, пару ставь, да какая одна-то? Здесь две-три надо ставить, и то шансов мало будет отбиться. Нам шар прессует, кстати, без Беллинг Неста этот прессинг идет. Тут у Блай все плохо, хотя рабочих больше будет у Блай сейчас, чем у нам шара. Пошел у него и Беллинг Нест сейчас. Так, собаки уходят на Майн. Около плетки Блай стоит, принимает бой, королева у нас... Нет, королева не деможен, только сейчас начинает нам шара ее скувырять. Здесь дронами Блай все отбился, и здесь у собак позиция прекрасная, плетка есть. Королева еще одна вышла. По рабочему Блая пока что больше на три, но по лимиту он проседает, во-первых. У вторых, понимаете, ребят, тут хата, там есть, там шар очень быстро вперед. Ну что ли? Вообще вслепую Блай играет, абсолютно вслепую. Ну что, очень похоже на 2-1 в пользу нам шара, но мне хочется верить, что пока еще нет. Блай, кстати, вторую на третью ставит, а здесь овер висит и все прекрасно видит. То есть нам шар побежит, ее сейчас отменят спокойно, абсолютно. Блай надо спуститься, все, уже дронов на 4 больше у нам шара, плетка вниз каши пошла. Тут хату отменяю, Блай, надо еще убрать рабочего и идти вниз. Тут хату отменяю, Блай. Так, хату вторую собирался ставить. Блай все-таки, ну нам шар контрит. Блай все-таки отбивает, ну 27-37, ребят. 31 дрон на 20. А что, о какой может быть вообще здесь игре эти равны речь? Здесь просто нереально вообще. 48-30 гг, Блай, короче. Просто, ну потому что играет третью карту, думаю, что только он, Блай, что ли, один может играть с мейном. Нам шар тоже может, он демонстрирует. Надо, надо хотя бы было разведывать чем-то, это все, не знаю, оверок развешивать как-то. То есть Блай абсолютно здесь халявил вообще по максимуму. И нам шар просто, что он сделал? Он просто пропушил так, что Блай уже когда увидел собак, вот здесь вот он увидел собак. Все у него время на реакцию было где-то 3-4 секунды. Он заказал 4 линга, он только мук-зак, личинок не было. И нам шар, конечно же, здесь лаве и рабочих погрыз. И хату он грыз, все, короче, он грыз ему наглухо. Так, что тут такое дело? Так, не вслепую не поиграть. Ну полностью вслепую не надо играть. Сделай просто собак больше хотя бы в начале, а то еще ты не знаешь, что происходит, еще из первых личинок дронов строишь. Закажи 6 лингов, уже проще было бы Блай, намного. Он вообще ничего не знал. Ай-яй, прибегаю. 46, 70, парабам-то Блай почти нагнал. Ну, у нам шара третья хата, у нам шара лейры. Посмотрите на лимиты, 78, 46. 36 на 8 боевой. Куда там, ема, куда там? Привет, ибо надо. Ты на мой стрим успел, но похоже, что не успел поболеть ни за кого из наших. Блай сейчас недолго ему в этой игре остается. Я, конечно, надеюсь на чудо, но таких чудес я что-то не припомню. Чудо было бы. Ким Смут убил, кстати говоря, даже. Ничего себе. Так, заходит нам шар. Блай пытается проникнуть мимо пушек на мейн, там, Блай. Тут пушки лишь и есть, делается шпиль. Но Роуч прибегает, просто тем штук, которых нечем Блай выбивать, к сожалению, абсолютно нечем. Так, заходит Бейлинги. Бейлинги взрываются, нанеся минимум с флешем деможа. Минимум. И здесь Роуч прошли. Короче, это, ребят, 2-1 в пользу нам шара. А ведь Блай мог выиграть 2-0. Мог выиграть 2-0 спокойно вообще. Если бы в прошлой игре Нин затупил так, как он затупил. А там... О, тут уже Гидроден есть. Здесь 63 дрона. Не-не-не. Это жулики, ребята. Здесь ничего не сделать. Так. Ну, я вам, кстати, напоминаю, что в группу ВКонтакте мою не вступил. Вступайте, потому что там есть информация о моих стримах. Как бы я стараюсь анонсу заранее написать. Иногда бывает за 10-15 минут пишу-ка его. Но все же. Ну, бывает, что и за день пишу. Да, там плюс записи выкладывают. Мои. Так, Пармуталис Кабла делает. Блай все еще уверен, что он что-то сделать сможет. Ну, я думаю, что Блай не уверен в этом. Ну, просто не сдается до конца и бьется. Пармуталис Кабла. Пармуталис Кабла. Пармуталис Кабла. Был бы русским плюс 500 рублей. Ну, если бы Кин знал бы, что он пятихатку заснута. Даже не пятихатку, он тысячу заснута срубил бы. Понимаешь? Он уже бы гражданство менял бы. Ну, он же не знает, и мы ему не скажем. Пусть лучше наши бьются. Так, 164 на 66. Блай еще тут муталис Кабла. Сколько он муталис? 10. Там 16 гидролис. Блай ставит хату. Типа ниндя нычку получается. Ну, тут можно уже в лоб пробивать нам шар, иначе он боится. Ну, все, да гаганчик, да гаганчик, ребята. Так, а вот вдруг я в контакте куда был? Скинуть, надо его скинуть. Ну что, это минус Блай. Нам шаркин соул против кого-то. Непонятно, кого сейчас будет играть. Сейчас позвоню быстренько, короче, и вернусь сюда, к вам. Спасибо. 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 никто трубку не берет, ну ладно. Так, Мораликас нам Шаракина будет тоже смотреть. Но мы тоже посмотрим пока соул просто еще, ну и нет оппонента-то пока, вот в чем прикол. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, нам Шарчика Кина ждем, 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 ждем. Сейчас на секунду отойду быстренько и вернусь. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, а здесь и Намшар. Другой пары Сол ждет победителя пары Зиги Арманикс. Еще один кореец до сих пор бьется. Так, ну и посмотрите, что делает Намшар. Он делает очень ранний Роуч Ворон сейчас. Почему он его делает? Он думает, что здесь три барака Рипера, но здесь нет трех бараков Рипер. Или же он просто сагрессивничать хочет, не знаю. Похоже, что он просто хочет сагрессивничать. Здесь начинают сразу же кин камни пробивать с самого начала. По два урона, прикиньте, Рипер. 30 демонов. За сколько он стреляет за 30 демонов? У него 50. А, ну он урон 4, но количество атак 2. То есть, по атакам обрубается просто 75% демоджа съедается броней. То есть, вместо 4-х каждая атака единичку наносит. А гранат съедает 10 демоджа. Это как... Сука, это как получается. 8 раз выстрелить. Ой, 8. 4 раза выстрелить, прошу прощения. Нет, 5 раз. Почему 2 демона туда? 5 раз. Что-то я, блин, за... Рассказываю вам хрень какую-то. Так, КСМ-кой палят у нас. Кин этот выход в КСМ-ку убивает нам Шар Роуча и тут вперед. Так, да не ебанадо. Если бы до капы тренился, не тренился. Можно трениться, как бы, но не выигрывать капы такие. Почему же? Здесь самые сильные игроки бьются такие, как Смук, там, и не только. Чистое. Для этого надо много реально трениться. Просто так вот взять, сейчас начать трениться и, типа, сейчас начнешь всех выбирать. Нет, так не получится. Здорово, Леголир. Здорово всем. Нам Шар неплохо деть, рампу шатает, я вам должен сказать. При этом пытается перейти в макро. Так, здесь... Барабам, флюк уже по всем параметрам, в принципе, флюк. Наверх-то он точно не зайдет, но ему и не надо туда, он уже, как бы, сейчас третью базу будет делать. Закажет Леер потом против Банши, видимо, я не знаю. Он, кстати, видел, что Банши... А, нет, он Старпорт пока вообще не видел. Так, все-таки нам Шар решил на ХГ залезать. Зачем? Ну, кстати, видно, что задержка все-таки решает, что с циклонами попадать на фаерболы случайно. Что сейчас происходит, собственно говоря, им случайно там с циклонами на фаерболы попадает. Не стоит так делать. Кстати, одинаковая скорость у Банши с реводжерами оказывается абсолютно. Уп, Банши с реводчиком попал. Хе, молодец, нам Шар хорошо отступает сейчас. Три полудохлот мы свалили, будут регениться по чуть-чуть. Там, третья хатка делается. Можно реводжеров добить, не знаю, че кинт не хочет реводжеров-то добить. Так, секундочку. Три полудохлот. Три полудохлот. Три полудохлот. Три полудохлот. Син driver. Три полудохлот. Так, ребят, прошу прощения, Даша мне перезвонила, вот, короче, ситуация такова, что я не буду стримить финал здесь, вот, я дострим для вас этот матч, а финал уже досмотрите у кого-нибудь другого, почему, потому что сегодня Маша, там, ну, день рождения, правда, мы 4 годика ей было, и пришли, ну, в гости к нам, вот, хотим поехать, там, ну, для детей, где есть что поделать, там, центр, у нас там открылся, плюс там Сэппирайз даже открылся киберспортивное какое-то заведение даже, которое мне, ну, я общался с женщиной, с секретарем нашего, там, богача, который это все фонсировал, что там они хотели сделать, ну, я, ну, спрашивала, что там, к чему, типа, я шарю, но, я в итоге так и не видел, что там происходит, надо бы узнать, на то, корень, какая есть тема, как бы, а я не в курсе, вот, так что дело такое, не обижайтесь на меня, ребят, я вообще сегодня думал, что не буду стримить, но, тут, все-таки, надо мне прерваться будет, потому что, ну, если стримить до финала, это еще часа полтора уйдет, как бы, а уже поздно потом будет, такие дела, такие дела, ну, у нас на неделе много всего будет, еще, и по реплеям надо Варди группу Б достримить турнир, и Кунг Пу Кап продолжится, и Варди Викли будет, и, там, корейские турниры, GSL-ы будут проходить, там много чего будет, интересно, так, 124 нам шара, 114 скиннер, Кунг тем не менее, ситуацию свою пользу выправляет, я уж тут, не по игре, что-то много рассказывал, а по игре, что-то, ничего не осталось, ну, вот, опять же, ты играешь на Европе, черт побери, у тебя задержка, Кусти тяжелее реагирует, построй ты, хоть туалетку-то одну, ё-моё, блин, нет, не построил Кунг туалетку, к сожалению, а ведь Блай недавно Кина убивал, проиграл Блай Линоку, но убил Кина и Харри Кина на Варди Викли в финалах сезона, как бы, и вышел в плей-офф, было неожиданно с первого места, между прочим, оп, вычинял Кин туалетку, просто жесть, а могла она упасть сейчас, интересный выход от Кина, смотрите здесь, 4 танка плюс биос, наверх там мародеры передропают, О, за 10 отдаёт, мутали тут нам шар, офигеть, просто 4 где-то сейчас Кин сбрил, и улетает сейчас, к основной группе может прийти, здесь плюс танчик ещё, дропается Кин сюда, за эти камни, и просто камни, которые Зерк пробил, теперь как-то так вообще. 5 танков, 1 минус, ну, с аэрболами, конечно же, но... Но прилетает ещё один танчик, и уже на хайграунде этот дроп танка происходит, и как же Кин Кроша жёстко, ну, скорее всего, смотрите, прилетел, занял позицию, всё, этот мечется туда-сюда, ничего не может нам шар сделать, там и 2-2 грейды, и вообще, и попотерим в 2 раза преимущество, Кина здесь, И здесь друг четвёртую сбривает, здесь нам шар не смог отбиться, 1-0, ребята, Кин. Просто рвёт пока что. Ну что ж, ждём инвайта. Продолжение следует... 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 Так, полетела интересная дроп, откинула, но четырёх пацанов забыли. Вот как раз в одном медиваке два места, и в другом два. Но может это и к лучшему, ребята, они не пожрут вам здесь собаки-ноги, не плюют ровучи свои кислотищи с ног до головы. Ну один маленький что-то решил, что не, пешком, наверное. С одной планеты на другую перелезал пешком. Да ладно, здесь, конечно, не планета, но пришёл сюда маленький. Интересно, провазил микозом, сейчас нам шар попал бы ему к медиваке эти сбить. Делается вторая броня, с одного эволюционного гряды, да, а нет, с двух, да. Коготь пошёл, 2-1 делает с милишной, и Грейтор Спайр пошёл нам шара, между прочим. А что же кин? Кин копится пока что. Но к брудам он особо не будет готов. Вообще он не будет, вообще к брудам готов. Но другое дело, что бруды не грейзные, сколько их будет? Плюс, ну ультра как-то против чистого био могла бы лучше зайти. Так, загружается кин. Ах, минус 2 медивак. Хорошие фаерболы от нам шара. В это время двойной друг с другой стороны. Видите, как крипа много у нам шара. Такой пирог он на карте отстроил здесь крипом. Сканит, выбивает часть крипа. Сверху, ну это незначительная абсолютно часть от общей площади крипа, да. Ну, какое-то направление может оголиться, получается. Сверху, ну это не нужно. Собрал кин всю свою армию, решил выход сделать сейчас. 175-69, боевого лимита даже больше тирана сейчас, стимится Кин, пытается ручьи реводжеров пойти, сканы идут, но Кин не видит, что бруды-то тут есть. Только сканить-то можно, сканит, крип убирает, а, ну он крип, шатая здесь, часть крипа выбил, там еще 5 брудлордов заказано, их сейчас станет 80 штук уже, 3 брудлорда, это против био фигня вообще, то есть только с Микозом остановят, а вот 8 брудлордов уже так просто будет не убить, это много брудингов плодится, это... Маляки не смогут подходить, плюс Микоз еще ведь здесь есть. Так, ну что же, 186-180, викинги строятся по 2 штуки, плюс 3 старпорта делает Кинг, плюс 4 цеха, ванитарка, то есть она держит... Так, попытка забежать прям про с гуду. Не, ну это прав, ладно, сейчас на инфесторов просто отдался, на Микозикин слился, в это время выход идет сверху. И Мицекин принимает бой, 2-1, грэдер, ручер, реводжеров сейчас, и на Маляки, на часть на фаерболы попадает, но аккуратно, вышло 63-183, сколько там викингов-то есть уже? Ну 2 точно викинга имеют место быть здесь. Танки зачем вообще сиджить, я понятия не имею. Викинги вообще не в бою, ну только сейчас начинают драться. Микоз, плюс фаерболы, таким образом собирается нам шар выбить викингов, но вовремя выходит прирост, и с прироста аж прям выходит, 5 где-то викингов с прироста выходит, то есть реактор будет плюс 3 старпорта добавленных, и Кин, и Кин отбивается, при этом экономика его вообще не пострадала, ребята, третья, чей этот планетарка добывается, брудлорды все падают, 3-2 грэдер, правда у Кина 3-3 не заказано, но он отбился, это факт. Прошел фьюжн-корр, сейчас что будет, добавление либераторов с дальностью или еще, я не знаю, там добавление, загрузился, что-то буст прожал, не полетел поздно, два, о, медиваки-то какие поврежденные все жестко. Пролетает Кин за охотницкими маленькими. Нам шар здесь, на этом направлении, у него есть группа войск. Ну у Кина здесь тоже пачка хорошая стоит, почему сразу всех не взял, чуть не понял этого, типа хотел заманить нам шары сюда, к этой армии. Ну заманил бы он, что он там делал, там пошел ультралис кэверн уже, 159, 174, полиамет, еще одна ццеха делается. Душу ультралис капот very fast. Наверное, он сказал, что заживый, хоть к зам diverse нофе с часом. Да, вот они решил diferenус Apple perchés не знаю три смартфок, которые скажут, а вы проводите поability. Но на эту армии говорилиvic Austin Hawk, это заширный амбер, так же Jessie, что, как она穿bel Meaning services zit verification? Так, здесь нам шар своих там ручей шатать, чтобы дать возможность ультралисков построить. Третья куготь, вторая дальность, ранжовая атака, дальняя вторая, плюс вторая на воздух, атака, ой, кокейный воздух им попадает прямо в пекло здесь, короче, нам шар его встречает, нам шар ему все просто нафиг сберывает. Третья карта, что ли, будет, не понимаю я. Похоже на то. Принимает бойкинги, его мало осталось, под либераторов уходит. Ну, здесь с викингами пытался что-то сделать, но нет викингов, нам шар убил, идут уже ультравы вперед, либераторы тоже падают. Ну вот, кайтил же викингами, наверное, тяжело просто на задержке кайтить, я не знаю, но мог, мне кажется, до конца там драться. Можно сейчас брудов вот из этих заморфить, ребят, и будет давить-то проще гораздо. Пробивает камень на аншару, о, а на камне оказывается хара прощу зеленью свою могут поливать. Не знал, не знал. Что-то нам шар забегал зад-вперед. Ну, что он бегает, не знаю, тут уже дожимать пора, он что-то бегает, непонятно чего. Ну, кину танки, смотрю по периметру, три штучки. Либераторов, правда, нет, чего такого нет. Пошли методы, пошел бой последний. Возможно, последний в этой игре. Плюс два танчика готовы. Ну, там четыре либератора строятся, между прочим. Ультра в крампе проходят, правда, сюда их. Нам шар просто не встречает этих ультралисков. Так, идет атака. Неплохо танки здесь дэмэш наночил. Ну, ультралиск очень активно вперед идет. Он очень жирная собака. Не убить его вообще. Никак еще и накидал инфест от серонов, нам шар немало. Ну, Ким пока пытается держаться, то есть он не сдается пока, ребят. Хотя по лимиту уже проседание просто нереальное какое-то идет у нас здесь. Надеюсь на победу. Ну, кау. Всё! Всё! Третья карта нам нужна. Оказалось. Пойдется третью достримить мне. Сармани будет биться. Третья карта нам нужна. Ну что ж, поехали, ребят. Третья карта нам нужна. Третья карта нам нужна. Третья карта нам нужна. Третья карта нам нужна. Так, ну что ж, ребят. Погнали. Третья решающая. Кин против Намшара. Путь на аэру. Желтый. Тиран. Синий зэк. Кин появляется на 11 часах. Намшар, простите, на 11. Кин на 5 часах появляется. Ну и реперочек попер. Репер в ццех укин. Газ был не газ-барак билд, а барак-газ. То есть, а не, погодите, я вру вам. Газ-барак, конечно же, был билд. Цеха уже заказана. Факта, в смысле, заказана. Я что-то тут был не внимателен в начале. Хотя, вроде, заигрываю. С самого начала, вроде, следил. У нас рабочие там делаются. Там и там. Цеха достраивается. Сейчас уже и Факта достроится. Полетит на реактор. Пойдут гелики первые. Ну, репермечка попробует понапрягать у нас. Ким. Так, ну что, репер полетел. Назад сюда, к геликам. Сейчас два гелика возьмем с собой. Тут еще забудь. Старпорт на лабу полетел. Будет банша сейчас. Терпорт на лабу. Старпорт на лабу. Все. Так, ну четыре гелико-ритера у нас тут я наблюдаю. Заехали под харасиночка, гранаток покидал. Кин маленько. Ну, дроны пока что все целы, кроме одного. Это вообще первая потеря в этой игре, кстати говоря. Один-единственный дрон, он сейчас погиб. И спорки делает нам шар, насколько я вижу. Потому что он понимает, что банджи сейчас полетят с инвизом. Он это видел ловером прекрасно, вот он полетел, спалил. Как играет, делает? Здесь армори делается! Опа! Плюс четыре гелика, еще что сейчас будет? Сейчас будет колбат куш получает. Так, банша залетает, начинает бомбить один дрон по... уничтожен. Гелики заезжают, да трансформируйся ты уже, ё-моё. Чё ты ездишь-то, дружок? А чё он ездит-то? Колбатов может трансформировать спокойно и чё-то ездит. Битый роддом, банша продолжать. Хать непонятно как. Отдача гелионов на мэйне произошла. Две банши пытаются расхарасить. Не, ну тут какие, блин, я ещё не понимаю. Тут не получится забрать ничего. Бланшами пытается кин королеву забрать. И ведь забирает чертяга королеву одну. Но нам шар прогнал, улетели две очень гамажных банши. И кстати говоря, это мех у нас. Ничего себе, от кина я мех давно не видел, но на Европе. Ещё я вообще не припоминаю, видел ли я мех от кина. Но на Европе, где тяжело играть био, мех это неплохой вариант развития событий. Потому что мехом всё-таки не то, чтобы контролить проще, но скопил кулак, пришёл, подрался, вынудил, если оппонента драться с тобой. Может всё очень замечательно получится. И шторы добавляются сейчас сразу же. Ох, гелики заехали киновские. Ну тут четыре дрона он сжёг, это немного, мягко говоря. Надо вот так, тут интереснее было, чтобы ещё отсюда что не заезжалось. Четыре сюда, четыре туда. Кин просто пытается в этом направлении сейчас заехать, но тут роучи будут. Кин в наглую на мейнхофе заехали кин. О, нет, это отдача гелиона просто откину. Зачем он так делает, непонятно. Там семь сварм хостов пошло у нам шара. Семь сварм хостов это уже количество, которое может напрягать приходить. Но у меня четвёртый баз, девять сварм хостов. Четвёртой базы нет и нужно бы её занимать. Попробовать. Ну вот, хора с торами сейчас идёт, двумя. Многие, кстати, тираны так делают, кроме отыграют. Ну что, торы очень мощны. Пока они прилетели за два удара. Королеву забирают торы эти. Кин решил, что он сфокусит хату. Слеер, точнее. Ну, пока он не сфокусил, но должен я вам сказать, что банши продолжают делать торов. То есть, там и два тора, и две банши. Это всё начинали изначально. И очень быстро КП падает. Нет, трансфюзер падает. ЛР, это очень неприятно. В это время дропчик идёт. Погодите-ка, ребят. Счёт-то у нас 1-1. Я забыл счёт поставить вообще. Так, 2-0 точно не будет в этом матче. У нас 1-1 же уже, ребята. Я извиняюсь. Пришли свармхосты. Их свармхосты в ответку напрягают. Да, ребят, счёт я не проставил. Мой косяк. Некоторых людей в заблуждение вёл. Вот, и... Это последний матч, который я стримлю. На данном углу поиска. Потому что я говорил уже, что мне надо домой гнать. В праздную матч на день и ночь. Хотя же то оно было. Так, 42-154. Кин решил, что... Ему надо перестать терпеть этот беспредел. Со стороны свармхостов. Бесплатные GP-юниты, которые его шатают. Ну вот, Кин пришёл. Вынудил... Вынудил свармхостов приплод сделать. Вот сейчас. В опыту. Надо быть предельно аккуратным. Уходить, Кин густим. Идевать. И что же ты делаешь? Тут танк отдаёт. Всё, отдаёт нам шара больше. По лимитам разбирает хлам просто оппонент. Вот. 164, 121. Ну, видно, что Европу тяжело кинуть здесь за контроль. Но тут его развалил нам шар. Вот в этой битве. И у него уже прекрасная ситуация в игре в целом. Почему? Потому что у него свармхосты живы. Сейчас ещё 4 будет. И он может продолжать шатать и продолжать вообще наламываться здесь пытаться. Вот локусы вперёд полетели. Надеюсь, вам косты хорошо встречают. Ой, халваты, простите, с маркостов. Локусов хорошо встречают. Ну, роучер реважеров достаточно, чтобы продавить нам шар. И знает, что такое сплит. Даже я вижу, то есть он сейчас роучер сплетил, чтобы танки минимум демажа наносили. Инкэш, он сбился здесь. Но продолжается атака и всё погибнет сейчас в ближайшем будущем. Не знаю, кстати, кто там в других полуфиналах там. Нормально, не знаю, кто победит там. Может быть ТВЗ, финал, может быть ДВЗ, может быть ТВТ. Три варианта. У нас сегодня локус в очередной раз проигрывает. Минус Тор, минус танки. Ой, как печально-то здесь, правда, планетарку уже кин занял в центре. Ну, 183-101, ребят, здесь очевидно, победит. Нам шар сейчас. Ох, локус, сколько тут налетает. Очень много ребят сейчас. Хелбат, имя деваки были, хелбат тоже падает. 176-110. Ну, затупил там с выходом. Кинг криво расконтролил как-то так. Так, что подарил ребёнку. Маши не было здесь. Я как бы пока ещё ничего ей не дарил, собственно говоря. Надо сходить что-нибудь, подарить-ка его. Вот. Она у бабушки была. Мы почти ничего не праздновали пока. Сейчас я вернусь. Подождите. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok